МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Райхан Маратовна. Зная, что вы специалист в данном вопросе, я решил выступить сегодня в роли ярого антиваксера. То есть я буду говорить о том, о чем сегодня говорят те люди, которые против вакцины, и как они это мотивируют. Ну, начнем с первого вопроса. Говорят, что вакцины имеют осложнение. Так ли на самом деле? Конечно, да. Вакцины могут иметь осложнение. Я хочу сказать, что нет еще ни одной таблетки, ни одной микстуры или любого средства лечебного, которое мы применяем, которое не имело бы осложнений. Любое, все, что мы применяем для лечения, оно имеет побочные эффекты. И в том числе вакцины. Любые вакцины. Потому что это все для нас чужеродные вещества. И цель именно организму научить, как реагировать, как бороться. Но вы знаете, люди, и мы видим в социальных сетях, пишут, что вот вчера поставил прививку, два дня поболел, и все, на третий благополучно похоронили. Вот может такое случиться? Такое может случиться, конечно. В данном случае, я думаю, очень часто это бывает тогда, когда человек уже носит вирус. И идет борьба организма с вирусом, но такое как бы бессимптомное лечение, течение. И когда вы ставите вакцину, то получается, что вирусная нагрузка увеличивается несколько раз. Естественно, организм начинает болеть. И, как правило, достаточно такое острое течение. Но я, например, знаю такие случаи, когда уже в ходе самого заболевания гораздо раньше, чем, например, если бы без вакцины, где-то уже на 5-7 день начинают вырабатываться антитела. То есть, своя защита начинает работать. Следующий миф или правда? Вакцины не защищают вообще от коронавируса. А все, что нам ставят, это так, для того, чтобы у каждого был свой QR-код и свой статус. Зеленый, желтый, красный. Правда ли это? Защищают ли вакцины? Вакцины не защищают, вернее, не полностью защищают от заражения. Почему? Потому что то, что мы получаем с вакциной, это вот все уже в этом плане просвещенные антитела, они находятся внутри нашего организма. Они находятся внутри, в кровеносном русле или в тех органах, которые отвечают за иммунитет. А встречаемся мы с вирусом из внешней среды через свои слизистые. Это носоглотка, это нос, ротовая полость, слизистый глаз, слизистый бронхов, слизистый желудочно-кишечный тракт. Это все относится к тем органам, которые взаимодействуют с внешней средой. А там антител нет, там другие механизмы иммунитета. И, в общем-то, есть надежда, что и в этом плане вакцина тоже срабатывает, но это еще не изучалось до конца. И, конечно, человек может заболеть. Но, попав в организм этот вирус, он уже встречается с твоей собственной защитой в виде антител. То есть организм познакомился уже с этой болезнью и готов его встретить во всеоружии? Конечно, да. И он может перенести это заболевание в легкой форме. Но самое главное, что он может быть разносчиком инфекции. Потому что на слизистых остаются вирусные частицы, вирусы сами. Именно поэтому нужна, так сказать, мы применяем все методы первой линии защиты, это маски и дистанции. Как долго вирус может оставаться на поверхности слизистой, оболочки, носа, глаз наших? Как долго мы можем являться их носителем? Ну, первый год коронавирусной инфекции, значит, срок это был до 10 дней. Сейчас уже, вы видите, да, вирус мутировал. И, в общем-то, этот промежуток сильно сократился. Где-то 3-4 дня, ну, даже бывает, что и 2 дня человек начинает уже проявлять какие-то симптомы заболевания. То есть процесс заболевания ускорился, то есть процесс появления симптомов. Вы знаете, люди, которые выступают против вакцины, а в данном случае я выступаю сейчас против вакцины, как говорится, взял уж на сторону антиваксеров. Вот меня пугает то, что вакцину так быстро изобрели. Ведь раньше история знает примеры, когда человечество болело, болело десятками лет, даже сотнями лет, различные пандемии были. И вакцины проходило много лет для того, чтобы появилась та или иная вакцина, которая бы эффективно справлялась со своими задачами. Но уж слишком быстро появилась у нас вот эта вакцина, и люди, видимо, побаиваются. Ведь поскольку, ну, первый год, скажем, второй год у нас заболевания идет, вот этот ковид массовый, да, пандемия, и люди не знают, что будет дальше с теми, кто уже привился. Не повлияет ли это как-то на наш геномный фон человека, тем более люди именно это обсуждают в социальных сетях. Именно этот вопрос волнует. Не станет ли человек там, ну, я утрирую, конечно, ну, не появится ли у него третий глаз, или там крылья не вырастут. Вот что вы могли бы сказать по этому поводу? Ну, по поводу того, что очень быстро создана вакцина, в общем-то, создать вакцину не нужно много времени для того, чтобы изобрести вакцину. В основном время уходит на то, чтобы проводить испытания, их, вы знаете, три этапа, и для того, чтобы наладить производственный процесс. А это, кстати, самое тяжелое. Вот, ну, то, что вот все это быстро произошло, и, надо сказать, это впервые в истории, когда в ходе пандемии человечество изобрело вакцины. Ну, наша жизнь, она, вы знаете, какие у нас сейчас скорости, научно-технический прогресс, он семимильными шагами, в общем-то, прогрессирует, да, поэтому это все обосновано. Тем более, что это, в общем-то, элементы этой вакцины были уже готовы в ходе еще предыдущей коронавирусной инфекции, да, которая была в Юго-Восточной Азии, вот, поэтому, в принципе, создать ее там не составляло большого труда. И надо дать должное, ну, я вот знаю из официальных источников, когда в России, значит, создали эту формулу спутника, то одновременно вышел указ президента и о испытаниях в дальнейшем, дальнейших испытаниях и регистрации, и о начале производства. То есть для того, чтобы сыграть время, да, потому что, ну, на самом деле, это можно сравнить только с войной, когда столько людей гибнет, и надо в максимальные сроки предпринимать какие-то шаги. Вот, теперь, в общем-то, те, кто хочет более детально узнать, в общем-то, и российская вакцина, и наша казахстанская вакцина, да, вот, кстати, вышла очень хорошая статья в международном издании в отношении нашей вакцины, вернее, они сами разработчики напечатали, она получила очень большую оценку. Значит, это все сейчас есть в открытом доступе, и всегда это можно посмотреть, и посмотреть, какие колоссальные усилия были затрачены. Вы знаете, когда я посмотрела, как шли испытания в Москве, да, вот, первого спутника, спутника М, да, спутник Ви, то просто поражаешься, какая организация, и сколько было добровольцев, насколько люди были просто-напросто вот нацелены на то, чтобы получить максимально такие сжатые сроки. В отношении того, что, значит, могут быть какие-то генетические изменения, ну, это исключено и в отношении вакцин аденовирусных, и в отношении РНК-вакцин, которые сейчас в Соединенных Штатах Америки и в Европе, вот, и в отношении казахстанской вакцины, потому что это всё предусматривается, абсолютно всё предусматривается, и у нас очень хорошо сейчас развита, я имею в виду в мире, когда я говорю, у нас, генной инженерии, да, которая предусматривает и убирает тех фрагментов, которые ответственны за то, чтобы войти и слиться с человеческим геномом. Поэтому просто-напросто это исключено, ну, и потом не было ещё пока ни одного случая, чтобы у кого-то изменился генотип или появилось какое-то новое генное заболевание. Замечательно. Я напомню, телефон прямой эфира программы сегодня, код города Толдыкурган 87282, и, собственно говоря, сам номер телефона 40 0109, звоните, пожалуйста, и задавайте свои вопросы компетентному человеку. Я приглашаю сейчас принять беседу именно тех людей, которые выступают против вакцинации. У вас есть возможность поговорить с профессионалом, который вам объяснит, ну, и мне, наверное, объяснит, что, как и почём, тем более я сегодня выступаю на роли тех, кто против вакцины. И ещё аргумент для того, чтобы не вакцинироваться. Опять же-таки из социальных сетей. Химтрейлы. Дескать, нас травят с самолёта. А те ожоги, которые получаются в лёгких, скажем, вот возникает пневмония лёгочная, это какой-то там газ, который распыляется на нас сверху, или другие какие-то химические вещества. А вакцины, то, что самое, всё это как бы, ну, кому-то надо, как говорится. Да, я слышала тоже такое. Ну, можно допустить, конечно, что что-то распыляют на улицах или в помещениях, или, я не знаю, где-то. Вот, но это распыляют, да, средства, да, для того, чтобы, ну, помните, да, ещё у нас прям по улицам ходили, всё, да, обрабатывали. И в отношении ожогов, то есть то, что происходит во время коронавирусной инфекции, это не ожоги. В общем-то, сама слизистая, она напрямую, конечно, страдает от прямого действия вируса, но то, что приводит, как правило, к смертельным исходам, оно происходит именно в сосудах. В сосудах вот эти тромбозы, да, и причём это венозные тромбозы, которые характеризуются тем, что вначале, как бы, внутри вен прорастает белок такой, фибрин, а потом уже на него насаживаются все форменные элементы крови, да, то есть мы же знаем красные клетки, красные, там, тромбоциты, вот, то есть, ну, такой генез. И при этом, в общем-то, ожогов слизистых вообще, честно говоря, никто не отмечал, ни в одном протоколе этого не было. Ну, и, в принципе, может быть, ослово ожоги принимает из-за того, что в начале инфекции, когда человек начинает заболевать, то есть такое ощущение, как будто бы обожжён горло, да, но это и есть как раз вот острое воспаление птериальное, да, и вот такие ощущения, болезненные очень, да, они действительно присутствуют. Не у всех, конечно, но бывают, да, по-моему, даже при нескольких инфекциях вирусных такие вещи бывают. Следующий вопрос такой, вот сегодня люди тоже называют вакцинацию, которая объявлена для каждого гражданина, как бы добровольно, называют её нарушением прав человека. Как вы считаете, нарушаются ли наши права? Ну, сама по себе вакцинация. Давайте, если более глобально подойдём, да, ведь это то, что нам предоставляет наше государство. Вакцинацию может вот в сжатые сроки и в таком объёме, масштабе, бесплатно представить только состоявшиеся семьи государства, да, потому что его основная роль — это безопасность для народа. И, в принципе, мы эту безопасность на себе чувствуем, потому что она, да, если бы не было вакцины, я думаю, что тут у нас бы такие были парады и марши, да, где вакцина, почему нас правительство кинуло. Ну, вот дали вакцину, причём несколько видов. И, скажем так, одни из самых дорогих вакцин, кстати, мы получили, да, например, вот тот же Синовак, она считается одной из дорогих вакцин вообще в мире, даже не считая логистики. Мы всё это получили. И здесь, наверное, вот вопрос о правах возникает тогда, когда говорят, когда звучит слово «обязательный», да, вот, то есть ты обязан сделать вакцину. Вот тогда человек действительно говорит о своих правах. Но, конечно, у нас у всех есть права. Право на жизнь, право на выбор, да, и у нас есть право на смерть. Да, это ты можешь выбрать. Либо так, либо так. Это твоё право. И в этом случае, конечно, ты можешь это право выбрать, но тогда ты должен жить либо в пещере, либо находиться где-то в лесу или там в поле. Потому что как только ты встречаешься, пусть даже с близким человеком, да, идёшь к себе домой или с друзьями, там, да, или съездить на что, и там, или ещё, то здесь уже ты попадаешь в другое поле, ты из поля права переходишь в поле ответственности. Потому что человек, который сделал всё, чтобы не заболеть, и ты можешь его заразить. Да, и это уже твоя ответственность. То есть вот мы об ответственности почему-то не говорим. Мы говорим всегда о правах, что я могу, что я должен получить, но право и ответственность, они всегда идут рядом. И в данном случае, я думаю, что правильнее было бы думать об ответственности, потому что сколько случаев, когда приходят дети и заражают своих родителей, да, или приходит человек, один человек в коллектив, и в коллективе начинают болеть, или на тоях, например, там один человек появится, и сразу по 20-30 человек болеет. Кто-то выжил, кто-то не выжил. Это же просто катастрофа. Ну да, действительно, печальная статистика. Мы это всё видим, что цифры действительно страшат, пугают. Вот люди говорят так, что, значит, вакцины ставят, у нас вот пришёл, и, как сказать, как конвейер идёт, жалуются на это в социальных сетях, вот что процедуры какие-то там не выполняются. Вот надо ли в данном случае мерить антитела до и после вакцинации? Что надо пройти, прежде чем поставить себе вакцину, если уж кто-то надумал добровольно прийти и поставить? Да, у нас сейчас вот в отношении антител очень много дискуссий в социальных сетях, да, вообще на кухне, везде, да, то есть ты померил антитела, кто-то померил, кто-то не померил. Ну это как, знаете, это как размером кошелька сейчас, знаете, у меня столько антител, а у тебя сколько. Да-да-да, это уже какой-то новый вид спорта, по-моему. Да-да-да. Вот, ну что я хочу сказать, ведь нам для чего нужны антитела? Антитела появляются, и они только показывают, что организм наш ответил. Но представьте, сколько в жизни мы получаем этих антигенов, то есть вот вирусы, вернее, вакцины — это антиген, да, и сколько мы таких антигенов в жизни получаем, когда мы кушаем что-то незнакомое, пыльца, там, лекарства, да, то есть очень много по жизни мы получаем этих антигенов, да, на которые у нас вырабатываются антитела. И если бы они все плавали в крови, то наша кровь превратилась бы уже, я не знаю, не в желе, а вообще в какой-то густой кисель, скажем, да. Вот, поэтому роль антител — показать, что да, организм отреагировал, а потом они исчезают, но сохраняется память. И как только человек встречается с этим вирусом, с этим антигеном, он уже знает, как на него реагировать. И тогда вот сейчас у нас происходит так, что организм не знает, как на это реагировать, и он дает такую массивную реакцию, и в конце концов твой же иммунитет тебя же и разрушает, и губит, да, и даже приводит к смерти за счет, слышали, да, цитокиновый шторм и все остальное. Вот, и нужно выработать такую, у человека должен выработать такую схему, да, за счет вот вакцинации, за счет получения этих антигенов, с тем, чтобы это была обычная реакция. Ты пришел вирус, и человек уже знает, как снимать. Немножко почихал, покашлял, там сопли подъезжали. Ну да, потемпературил, может, там, да. Как обычная простуда. Как обычная простуда, может, тяжелее, да. Все зависит от того, в общем-то, в каком состоянии ты находишься до болезни. Может, у тебя уже там 5-6 заболеваний, которые, конечно же, утяжеляют процесс. Как правило, это у нас погибают люди, которые уже имеют эти заболевания. И, как правило, вот хочу сказать, кстати, при этом, да, что чаще всего заболевают именно люди, которые имеют такие заболевания, заболевания нашей цивилизации. Это ожирение, это сахарный диабет, вот. И очень многие лица, которые страдают артериальной гипертонией, тем уже, ну, хотя артериальная гипертония не влияет на саму заражаемость, да, то есть они точно так же, как и все другие, заболевают. Но если они заболели, то у них среди тех, у кого повышенное давление, смертность очень высокая, пожалуй, самая высокая в всей группе. Вот. В этом плане, то есть, знаете, нам как бы такой сигнал, да, звоночек, что, ну, пандемии-то еще будет много, да, и мы еще не раз встретимся не с одним вирусом, но насколько мы готовы, насколько мы готовы, да, то есть получается, что именно эти болезни цивилизации, не инфекционные болезни, и нас, в общем-то, не вирус убивает, а нас убивают, наша собственная реакция на этот вирус. Мы не знаем, как, значит, реагировать, но сами компенсаторные функции организма, они просто-напросто дают сбой. И это за счет вот ожирения, сахарный диабет, да, ну, такие состояния, как сейчас очень много, вернее, есть целое направление, это системное воспаление и инсулинорезистентность, ну, это все болезни нашего образа жизни. Вот что обидно, что мы такое совершенное, казалось бы, существо, да, вот здесь вот споткнулись, и наши же, наши, наши, то, что, как бы, наши наработки, они нас и подводят. Ну, наверное, совершение нас оказались летучие мыши, которые, собственно говоря, и принесли в наш мир, в одной из версий это заболевание. При этом, как мы вот с вами в кулуарном разговоре беседовали, вы сказали, что это вообще уникальнейший организм, который носит в себе огромное количество вирусов и при этом сам не болеет. Вот скажите, какие главные ошибки допускают люди, которые заболели коронавирусом, но при этом, может быть, они не знают, что они болеют. На что обратить, в первую очередь, внимание, какая симптоматика и что нужно делать сразу же? Ну, конечно, человек задумается тогда, когда у него появляются первые симптомы. Плюс ко всему сейчас, в общем-то, за счет вот этих карантинных мероприятий, за счет того, что люди сидят дома, в общем-то, знаете, такие депрессивные настроения, и человек, в общем-то, он даже копается и ищет иногда у себя эти болезни, болячки. Психосоматические синдромы называются, да? Психосоматики. Да, такой больше синдром, который связан с нашей психикой. Но если ты уже почувствовал, во-первых, если ты знаешь, что у тебя был контакт с заболевшим человеком, или в семье заболел человек, да, то, естественно, ты уже точно знаешь, что высока вероятность заболеть. Естественно, нужно те же самые меры. Это прежде всего закрывать носоглотку, нужно постоянно полоскать нос, горло, слизистые, глаз промывать. Чем? Хотя бы простым содовым раствором. Вот, как обычно мы промываем же гору, да, там или поцеливаем, или просто водой. Вот. И закрываться маской. И обязательно должна быть дистанция. То есть человек, который заболел у вас в семье, он должен быть в отдельной комнате, и при этом в маске. Обязательно проветривание. Проветривание — это один из самых эффективных на сегодняшний день в бытовых условиях. Ну, сейчас еще появились вот эти облучатели, рециркуляторы, да, то есть это безопасные для человека, которые ты можешь себе работать, у себя поставить, и они обеззараживают твое пространство. Но, хорошо, вот ты, значит, чувствуешь первые симптомы. Это может быть, первый симптом — это вообще может быть слабость. Плюс катаральные дела, там, насморк, першение в горле, может начаться просто резкость температуры. То есть, и что, какие ошибки мы не должны допускать. Ну, прежде всего, это не пить антибиотики. Потому что, вот недавно было исследование российское, где было, значит, подтверждено, что необходимость в антибиотиках, да, это почти 300 тысяч людей было исследовано, не только в России, но и в странах СНГ, в Европе. Всего 3,7% — это были люди, которым нужны были антибиотики. А принимали антибиотики 78%. А любой прием антибиотика, он ведет за собой колоссальные, колоссальные осложнения, побочные эффекты, да, и после них человек должен восстанавливаться. И вот сегодня уже грозит тем, что очень многие, ко многим антибиотикам за эту пандемию человек приобрел устойчивость. То есть та флора, которая у нас есть, она приобрела устойчивость. И в дальнейшем нам очень тяжело будет лечиться. Ну, не говоря уже о том, какой урон здоровью наносит, да, например, та же слабость, то же это снижение энергетического потенциала. Это все результат действия антибиотика. Второе, что не нужно делать, это пить препараты, жаропонижающие в большом количестве. Потому что мы в основном пьем такие, как бруфен, эндомитоцин или парацетамол. Парацетамол 4 таблетки считаются токсическими уже для организма и вызывают очень грубые изменения в печени. То же самое бруфен, эндомитоцин. Даже один прием вызывает кровоизлияние слизистой желудки. Их надо, конечно, пить. Можно лучше делать в уколе. Но если даже пить, то нужно знать систему защиты. То есть пить их после еды с определенными препаратами. То есть это уже вот наработки в ходе, скажем, тех ошибок. Подытоживая наш разговор, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что все это необходимо делать с консультацией врача. И сейчас необходимо просто сообщать о том, какие симптомы и как ты себя чувствуешь, наверное, со своим участковым терапевтом. К сожалению, время прямого эфира подошло к своему завершению. Но мне бы так хотелось еще продолжить с вами нашу дискуссию. Я думаю, мы еще с вами встретимся. Желаю вам всего самого доброго, успехов в вашей работе по просвещению нашего населения в области различных заболеваний. Ну, а нашим телезрителям хотел бы сказать только одно. Но делайте выводы, господа, и думайте, что нам ближе в наше жизни, здоровье или болезнь. Будьте здравы! До следующей встречи в прямом эфире телеканала ЖТСУ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова